Есть, конечно, к сожалению, у целого ряда предприятий уже проблемы, особенно, конечно, это предприятия инвестиционного управления, в том числе крупнейшие из них акционеры общества, целый ряд других предприятий. И здесь я хотел бы сказать, что мы проходили не раз сложный этап, и мы видели, как государство оказывало поддержку и находили решения, сохраняли предприятия, сохраняли коллективы. Но вот в этот экономически сложный период там появились, начали появляться какие-то новые введения. Сергей Николаевич, вот здесь обращаюсь к вам, потому что прямые утверждения некоторых представителей государственной власти о том, что, знаете, программа поддержки, то есть временной занятости – это вред, что пусть предприятия увольняют, пусть люди и тут остаются без зарплаты гигиени, потом когда-нибудь, когда экономика вернется, пусть ищут новых людей. Но это, честно говоря, я не знаю, я думал сначала, что это чья-то шутка, но учитывая, что я уже два-три раза услышал эти тезисы, но могу сказать и как бывший КамАЗовец, и как человек, который в республике прошел многие этапы, здесь вот многие коллеги сидят и пользовались этим программой, особенно крупные предприятия, это придумал, я не знаю, кто мог придумать вот такую вот новую идею. Мы обращаемся здесь просьбой, выступить здесь поддержку, то, что в сложный период важно сохранить людей, вообще самая главная ценность любой компании, любого предприятия. Завтра будет новый день, и где мы найдем снова сварщиков, презеровщиков, проследствий, пятого, шестого, в порядке, пока показывают опыт, обратно на предприятие они не возвращаются. Они уходят в другие, наверное, бизнесы, но кто будет завтра формировать новую экономику страны? Кризис пройдет, а нам нужно производить и машины, и самолеты, и вооружение для страны, и многое-многое, многое, конечно, другое.